Стас, у меня, конечно, вопрос номер один. Это сначала были слухи. Абсолютно точно. Даже если можно, я подольше изложу вопрос, потому что напомню нашим слушателям, что произошло. Сначала ходили слухи о том, что у Кадырова что-то не в порядке и чуть ли он не отдал концы, которые с самого начала казались несколько подозрительными. Мы это с тобой, а нет, мы как раз с тобой это не разбирали. А потом началась такая большая медийная эпопея. Сначала был выложен в телеграм-канал, как я понимаю, самими же Кадыровцами, видео, на котором сын Кадырова избивает абсолютно бессощитного русского парня, которого Путин отдал в Грозненское СИЗО за сожжение Корана. Ну, героические. Прямо вот героический поступок. Только еще со связанными руками. Мы теперь поняли, какой сын Кадырова герой. Мы все про него поняли. Вот. А поскольку очень многих этим возмутило, в том числе и Ксению Собчак, то на следующий день Кадыров ей позвонил. И мы знаем, чем обычно звонки Кадырова кончаются. Люди начинают извиняться. Ксения Анатольевна не извинялась, но рассказала, что да, вот таки ей позвонил Кадыров и ласково спросил, что же это она наезжает на его семью. Что ты из всего этого выводишь? Ну, во-первых, я хотел извиниться, потому что, кажется, в прошлый раз я сказал, что Владимир Владимирович Путин принимал старшего сына Рамзана Ахмадовича Кадырова, Ахмата Рамзановича, по случаю его дня рождения. Нет, это не так. Он принимал его по случаю свадьбы. Это был подарок не на день рождения, а на свадьбу. Ахмата Рамзановича 17 лет всего лишь, вот исполняется 18 с 8 ноября нынешнего года. Тем не менее, он успел жениться, и в качестве свадебного подарка Айков преподнес ему публичную встречу с президентом Российской Федерации. Ну, я согласен, что это дано не каждому, такой свадебный подарок организовать. Я, как ветеран политических технологий, хотя давно находящийся на пенсии, но хорошо помнящий, как все это делается, считаю, что вся эта история скорее подтверждает, что Рамзан Ахмадович скорее мертв, чем жив. А кто же звонил Собчак? Ну, мы же не знаем, достоверно ли это информация. Мне не хочется купаться. Ну, извини, пожалуйста, я думаю, что вот эта информация, я бы ее не подвергала сомнению. А я не знаю. Вот ты считаешь, что это достоверная информация, а я просто не знаю. Вполне возможно, достоверно. А может быть, звонил какой-нибудь пранкер, представившийся Рамзан Ахмадовичем Кадыровым. А может быть, что-нибудь еще случилось. Но так или иначе, появление самого Рамзана Ахмадовича в эфире мы не видели. Ничего не произошло. Нужно было как-то переключить внимание с вопроса о жизни и смерти Рамзана Ахмадовича, с его физического состояния, на что-то другое. И такой способ был найден. Не то, что этот способ эффективен, доказывает наш с тобой полемик и сейчас. Мы это обсуждаем, правильно? То есть мы как бы уже решили, что он жив. Это презумпция нашего обсуждения. И обсуждаем совсем другое. Обсуждаем, как демонстративно унизили вообще русский народ в целом, на мой взгляд. Потому что так можно делать. То есть несовершеннолетний человек, не имеющий никакого отношения к судопроизводству, является в СИЗО и там избивает заключенных. При том, что Никита Журавель так зовут, тот человек, который сжег Коран, я, безусловно, никоим образом, надежно, не одобряю. Я практически против публичного сожжения Корана, будучи христианином и считаю мусульман своими братьями. Но в то же время делать из этого, скажем так, серийное убийство тоже не надо. Все-таки это преступление, но это не такое страшное преступление. И сейчас все путинские спикеры, так называемые правозащитники, во главе с главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым, начинают говорить, ну да, Никита Журавель совершил ужасное преступление. В этот момент хочется сказать, ну, ребят, окститесь. Ну да, он совершил, может быть, он совершил очень плохой поступок. И, возможно, даже преступление, хотя я хочу всем напомнить, уважаемым гражданам Российской Федерации, что кто преступник, кто нет, решает суд. И заявлять о том, что человек совершил преступление до приговора суда нельзя. Ну так ли? Я не прав. Ну, с контактами. Я бы еще добавила, что когда все вот эти вот российские, путинские официальные правозащитники во всем произошедшем видят только одно преступление, а именно то, что Никита Журавель сжег Коран, а чего-то другого они ничего не замечают. Даже у Сомщак. Я уж не говорю об изменении самого Никиты. Это очень показательное. Ну да, он, Никита Журавель, совершил очень плохой поступок, который нельзя считать преступлением, пока суд так не решил. С моей точки зрения, плохой поступок, может, кто-то его одобряет, я нет. Но тоже делать из этого серийное убийство не надо. Это же не какое-то самое гигантское преступление в истории человечества. Потому что нужно было так оговариваться, извиняться за этого несчастного Никита. Кроме того, становится все больше понятно, что была провокация российских жестов. С вполне понятными целями. Кроме того, нарушение закона первое в этой истории было допущено, когда Никиту Журавеля транспортировали в Чечню. Потому что по закону, если я ничего не путаю, я спрашивал у юристов, кажется, мне подтвердили, еще тогда суд должен составить... Человек, подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления, должен находиться под стражей по месту совершения преступления. Это преступление не совершалось в Чечне. То есть сам факт, что вы отправили в Чечню, уже есть нарушение законодательного федерального законодательства. Какой-то широкий политический жест, что хочу, то и ворачиваю. Вот это первое нарушение закона на всей этой истории. Потом грубейшее нарушение закона, это, собственно, избиение Никиты Журавеля. И все эти совокупности, эти уже явные события преступления, явно поневешивают сожжение Корана как таковое. Но, поскольку удалось заставить это обсуждать, обсуждать всю страну и правильно, потому что страна испытывает, мягко говоря, неоднозначные эмоции по этому поводу. Потому что даже горячие сторонники Владимира Владимировича Путина, люди весьма толерантные к Рамзану Ахматовичу Кадырову, видят в этом, конечно, прямое унижение, извинишь, я повторяю, всех русских. Ну что это такое? Как так можно делать? Не только так делают, но еще и показывают, что 15-летний парень пришел и убил. И избил совершенно беззащитного человека. Ну понятно, что, например, так же кадровские отряды воюют на украинских фронтах, как, так сказать, избивали Никиту Журавеля, что они особенно сильно не рискуют и не вступают в боевое соприкосновение там, где риски их потерь достаточно велики. Но с политтехнологической точки зрения все решено. Мы теперь это обсуждаем. А вот жив или мертв Рамзан Ахматович как бы уже непонятно. Это, вернее, не является предметом нашего приоритетного внимания. И если на прошлой неделе мы обсуждали, что он находится на гемодиализе в центральной клинической больнице, потом он заявил, что оказывается он навещал там своего дядю, но судя по количеству, как мне рассказывают, автомобилей чеченской охраны вокруг ЦКБ, как-то он навещает дядю перманентно и круглосуточно. Он просто не может от него оторваться. Видимо, дядя это был ключевой собеседник на сегодняшний день. Жрица постом и общается с богами. Да, то теперь все, оказывается, он настолько жут, что все выкладывает ролики с избиением Никиты Журавель. То есть, кроме того, поскольку Рамзан Ахматович Кадыров достаточно тонкий политик, он искусный игрок в это дело. И он, выкладывая этот ролик, если бы он был, так сказать, на ногах и с ним было все в порядке, он прекрасно понимал огромный вал негатива, который на него обрушится, поскольку все-таки он пытался так или иначе избегать прямых столкновений такого типа. Прежде. Да, он, конечно, любил показать, какой он крутой, но не за счет такого демонстративного унижения русских. И ответственности за разные эксцессы, которые связывались с его именем, прямой ответственности, господин Кадыров никогда не брал. Он же никогда не выходил и не говорил, знаешь, я тут грохнул Немцова на Ускорецком мосту. Нет, это он не делал. Он, так сказать, отделался какими-то размытыми формулировками, из которых его сторонники могли понять, что он причастен к этому делу, но это к делу не подошвешь. То ли причастен, то ли не причастен. Но у него демонстративная ответственность за содеянный, и Кадырова себя не брал. Здесь он берет на себя демонстративную ответственность за содеянный, что, в общем, не вполне соответствует почерку Рамбея Мухмановича. То есть это значит, что ставки в РГ действительно были очень высокие, нужно было сделать что-то ужасное, чтобы отвлечь внимание от главного вопроса, что и удалось сделать. Хорошо, тогда главный вопрос. Жив или нет, Рамзан? А, этого я не знаю. Я только сижу как политконсультант на пенсии, но с большим опытом, за тем, как развивается с политтехнологической точки зрения эта интрига. То есть живого Рамзана Ахматовича воплотим и не видим, правда ли? Мы даже не задаемся этим вопросом, потому что мы так зачарованы этим видео с избиением, действительно чудовищным, гораздо более чудовищным, чем что бы там ни совершил несчастный Никита Журавей. Что мы уже даже не задаемся вопросом, а где Рамзан Ахматович-то? А санкционировали он эту публикацию? Или, может быть, его наследники? Зато, наследники, это опять погорячился, это оговорка по Фрейду, прошу прощения, или его местоблюстители приняли решение без него, поскольку они люди не настолько опытные и не настолько тонкие политические игроки, как он сам. Но здесь вот что еще было. Показательно, что многие пропустили. Я, кстати, не пропустил, изложил это в программе «Доброй ночи, малыши», «Добрый дня, малыши» полтора дня назад. Что случился скандал по поводу учебника истории. Авторство Владимира Мединского и Анатолия Таркунова в Чечне. Ну, что сказать, там в этом учебнике с точки зрения чеченского руководства неправильно описана судьба депортированных народов. Это так, он и есть, на самом деле, я это подпруждаю, как человек, который внимательно этот учебник два раза прочитал. Действительно, там сказано фактически, что депортированные народы сотрудничали с гитлеровцами, поэтому их и депортировали. По большому счету. Да, это со стороны Мединского было неосмотрительно, но я думаю, сейчас он внесет в правку учебник и отметит там подвиг Адама Кадырова. Несомненно. Любых подвиг на малой земле, где угодно, возрождение целина, там будет все, что угодно. Нет, нет, вот подвиг с отбиением журавля. Ну, я надеюсь, да. Но это еще следующий этап. Он просто не охвачен этой редакцией учебникой. Но, что привлекло мое внимание, что занимался всем этим делом, скандалом с учебниками, звонил в администрацию президента, Андрею Ярину, руководителю главного управления внутренней политики президента, звонил самому господину Мединскому, Магомед Даудов, председатель парламента Чечни по прозвищу Ло, известный также как Лорд. А почему это дело Магомед Даудов? А где был в этот момент Рамзан Ахмадович Кадыров, который по статусу и должности должен был этим заниматься, поскольку затрагивает кровно интересы действительно чеченского народа. Я с ним полностью согласен. Утверждать, что Сталин депортировал народа из-за их сотрудничества с гитлеровцами, это никакие ворота не лезется полностью. В этой ситуации я был, безусловно, на стороне Кадырова. А где же был сам Кадыров? Непонятно. А где была его правая рука депутатом СССР, думал Аван Султан Жделимханов, который традиционно занимается такими вопросами, коммуникациями с федеральными властями, когда его патрон БОС занят, ну, когда БОС находится где-то там на Среднем Востоке, отдыхает в Дубае или что-то еще, занимается всеми этими делами Делимханов. В данном случае этим занимался ни Кадыров, ни Делимханов, а Магомед Даудов. Не навыкли это нас на какие-то странные размышления о том, куда же делись первые двое, которым следовало бы этим заниматься? И не укладывается ли это в череду вопросов о том, где они на самом деле находятся? Ну, смотри, на самом деле я видела, что Даудов и некоторые другие люди там вплоть до каких-то чеченских омбудсменов и раньше, когда, типа, Рамзан посылал своего меньшего брата. Но у меня есть два уточнения важных, потому что, если честно, мне показалось, я сразу тебе скажу, что как раз вот эта вот операция, действительно пиар-операция, но она задумана для того, чтобы подчеркнуть возвращение Рамзана, что Рамзан крут по-прежнему, и что Рамзан, с одной стороны, вот это нам показали на примере Никиты Журавля, который абсолютно беспомощен в СИЗО, и его избивают, а с другой стороны продемонстрировали тоже, опять же, очень впечатляюще на примере Ксении Собчак, потому что Ксения член элиты, человек, который лично знаком с Путиным, и вот этот звонок ей мне напомнил вообще о старой истории, о которой очень мало говорят, но вот я не знаю, что ты о ней слышал, я слышала следующее, что если ты помнишь, несколько лет назад, еще до всякой войны, в свое время именно Ксения Собчак, которая, кстати, когда-то общалась с Рамзаном, она после того, как она стала, ну, как стала журналистом, поскольку, когда она стала серьезным журналистом на пресс-конференции Путина, она задала ему очень жесткий вопрос по Чечне, и, если я не ошибаюсь, он звучал примерно так, а вот соблюдается ли вообще в Чечне конституция. Это были после очередного какого-то высказывания Кадырова. После этого у него были гигантские неприятности, более того, после этого ходили слухи, сложно сказать, сколько в них было правды, но якобы после смерти Немцова там было еще три фамилии в списке, и одна из них была фамилия Собчак, и якобы за ней следили, и это было действительно довольно серьезно, а часть этого я как-то своими глазами чего-то видела. Во всяком случае, могу сказать, что да, с моей точки зрения, это было очень серьезно, я не знаю, насколько там разруливали на самом верху и так далее, но, тем не менее, вот этот звонок, вот это напоминание, я как раз вспомнила о той давней истории, потому что немногие бы осмелились задать на той пресс-конференции этот вопрос Путина. Соответственно, вот мне кажется, это как раз абсолютная пиар-операция, по подчеркиванию всем слоям российского общества, ребят, я на месте, как хотел, так и гуляем. Безусловно, вопрос только, где на самом деле Рамзан Ахматчий, где он физически воплотил, и сам ли он сделал эту операцию, или сделал это за него кто-то другой. А так, константируюсь, я абсолютно согласен. Это спецоперация для того, чтобы общество перестало обсуждать тему состояния здоровья Рамзан Ахматчий. Я задом помнил всегда, что с каждым может случиться то же самое, что с несчастным Никитой Журавеем. Он всегда так делает, когда вот что-то нужно напомнить, что ему можно все в Российской Федерации, вот он еще раз напоминает, что нам можно все. И если вдруг неожиданно вы выходите из дома в Москве, и вас жестоко избивают неявные и неформальные агенты влияния Рамзан Ахматчий, то им за это ничего не будет. Поэтому подумайте прежде, прежде чем муссировать постоянно тему здоровья господина Кадырова. Хорошо, если это не сам Кадыров, то кто может быть заинтересован в такой операции, потому что он точно же не российские спецслужбы. Меня заинтересовала одна интересная вещь, которую ты сказал, что ты сказал, что вот это сажение Корана с твоей точки зрения было операцией российских спецслужб. Во-первых, почему ты так думаешь? А во-вторых, самый главный вопрос, а зачем вообще журавля выдали действительно в Чечню? Это же на голову не нарезает. Нет, ну это нарезает на голову или нет, это вопрос этики, а это противоречит законодательству в прямом, это просто преступление, то, что его дали в Чечню. И зачем это было нужно? Чтобы создать такой демонстративный кадр, что у нас же страна духовных скреп, что если кто-то посягнет на Коран, или вообще на какое-нибудь священное писание, то вот с ним может такое и случиться, незамедлительно. Ну, как всегда, нашли какого-нибудь лоха молодого, это же утверждает, что это якобы сделали украинские спецслужбы с ним, по официальной версии. Украинским спецслужбам это точно было не надо. Не имеется здесь никакого прагматического резона. А российским спецслужбам это было надо, потому что нужен был такой демонстративный кейс, что называется, прошу прощения, из-за использования заимственного слова. Вот всем показать, что, так сказать, что-нибудь будете плохое делать, ну, собственно, это... Еще вспомним дело Пуссераек, например, да? Пуссераек сделали что-то чудовищное, нет, они не сделали ничего такого уж чудовищного. Ну, да, я тоже не одобряю поступок, как христианин. Но никакого страшного преступления в то же время не совершили. Тем не менее, была показательная порка, чтобы показать, что так нельзя. Вот с Никитой Журавелем несчастным, которого явно развели в темную, случилось то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова